здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале тульский паломник и очередные новости со святой горы михаил мишустин вновь совершил частный паломнический визит на святую гору на горе афон забили тревогу выявлено более 30 новых случаев вируса и наконец кто заставляет монахов делать прививку смотри обо всем в этом выпуске итак премьер-министр михаил мишустин сразу после участия в праздновании 200-летия греческой революции которая проходила в афинах там был военный парад и торжества вылетел в салоники оттуда отправился на святую гору одну ночь он провел в русском свято пантелеймону монастыре и одну в монастыре филофей с которым он поддерживает особые отношения и затем отправился на остров тассос уже с супругой и там он посетил женский монастырь архангел михаила которые также связаны с монастырем филофей надеюсь что премьер как и в свой предыдущий визит в сентябре прошлого года оказал существенную помощь монастырям ведь все-таки уже год без паломников сказывается на финансирование святых обителей особенно скитов и келей жаль что нам на фон пока нельзя випом можно далее несмотря на то что запрет на паломничество продлен до 15 апреля и только рабочие монастырей могут заезжать на гору несмотря на тестирование на всех пунктах въезда количество выявленных новых случаев за последние несколько дней превысил отметку 30 заболевшие есть и в карьесе столице полуострова и монастыре пантократор где один монах без симптомов изолировал свои кель и другой отправлен больницу в салонике так как нуждается в кислороде вот в скитах ситуация более серьезная неоските новый скит из 37 человек прошедших тестирования 23 оказались положительными двое доставлены в больницу остальные находятся на карантине в своих келях далее скиту святой анны из 20 тестов 8 заболевших двое также отправлены больницу что касается нашего монастыря то по имеющей информации там уже переболели практически все отцы и братья монастыря ну и пару слов про вакцинацию предыдущее видео наделала много шума до сих пор читаю ваши многие гневные комментарии как так да как они могли да что же это за монахи афон опять пал и тд и тп бла 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 господи паренок да как же так можно про афонских монахов высказываться мы вследом ступить недостойно в основной своей массе не надо дорогие мои воздержитесь язык свой буздай все-таки пост на дворе тем более что по уточненной информации даже из тех 400 доз вакцины которые были доставлены на Афон. Только порядка 120 было сделано, причем большая часть среди работников, а интерес среди монахов минимальный. Так что выдыхайте те, кто собрался клеймить позором афонитов. Более того, как утверждает глава националистической партии греческое решение Кириакос Вилопулос, монахам, не желающим пройти вакцинацию, угрожают высылкой со святой горы, что по сути является шантажом. Также им объясняют, что без вакцин будет проблематично принимать паломников, так как афон все-таки в ближайшее время будет открыт. Ну, бог даст, поживем-увидим, как будут развиваться события. Да, чуть не забыл. Кто еще не подписан на канал, подпишись, а то все будут в курсе, а ты не в курсе. За всем пока, искренне ваш Василий. Субботник. Субтитры создавал DimaTorzok